Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что мы можем каждый день знать, что небо над нами не молчит. Оно разговаривает и даже гремит, и производит свои действия над землей. Каждый раз, когда есть гром или молния в наших местностях, что-то происходит с атмосферой. Она меняется, наполняется озоном. Процессы, идущие с небес на землю, важны для человека. Поэтому, когда мы с вами говорим о Божьем Слове, оно приходит с неба на землю. И оно делает то, что ему поручено. Творит волю того, кто сказал это слово. Поэтому, прочитывая какие-то места Писания, мы можем удивляться, почему каким-то событием выделено отдельное место, время, и даже более детально, чем что-то другое. А другие вообще могут быть даже не названы имена. Там мужей или жен, просто назван отец или мать. То есть в чем дело, почему такое пристальное внимание выделяется каким-то отдельным событием? Дело в том, что век стареет, беззаконие умножается. Но во все времена было то, что называется насилие над личностью. Потому что у дьявола есть намерение растаптывать человека. Так как до Бога дотянуться он не может, а человека он хочет растаптать, потому что в нем есть Дух Божий. В нем есть образ Божий. И поэтому, когда мы смотрим оставленные на страницах Священного Писания какие-то события, которые нам неприятно даже прочитывать, не только исследовать, то это говорит о том, что Бог не скрывает те события, которые в жизни людей были. И они могут приходить вокруг нас в том обществе, где мы сегодня находимся. И поэтому знать, о чем молиться, как ставить защиту на себя, на своих детей, это важно. Как не оставить детей при царской позиции, в данном случае, как у Давида, с сиротливым сердцем, либо людям, которым не хватало отца. Это тоже видно сегодня и во мнонии в том числе. Но в то же время, как выйти из этой ситуации, заглянув наперед, во что это выливается в жизни людей, кто дает место такому насилию. И вот тогда, когда произошло изнасилование сестры, братом, получается в результате. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью. Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон, встань и уйди. Казалось бы, что это такое? Только несколько минут назад он ее любил и искал возможности встретиться с ней таким образом. А теперь ненависть. Вот как раз перемена настроений, перепад настроений говорит о том, кто стоит за всем этим. Ненависть демоническая, которая толкала Амнона на эту ситуацию. И поэтому, как только сделал то демонический дух, что хотел, и навязав Амнону эти чувства, эти страдания, эту боль, это состояние потерянности, то теперь он полный портрет раскрывает в Амноне ненависть. Вот что толкало Амнона на эти вещи. Не сам Амнон, а духовный мир, который за этим стоит. Кто-то скажет, что тогда Амнон не виноват. Да нет, конечно. Это то, что он дал как место. Поэтому мы не говорим, что Амнон здесь марионетка и все. Он жил в эгоизме, жил в понимании того, что все должно быть по его желанию, по его хотению. Поэтому это стало открытым иметь доступ нечистого мира к нему. Вот, друзья, почему так важно в своей жизни иметь понимание, что мы живем для того, чтобы вокруг нас людям было хорошо и быть благословением для них. Человек, который не проточен в своем призвании, не проточен в своих желаниях и действиях по отношению к другим людям, а только сосредоточен на себе, это место затхлости, это место болота, это место, где много гниения и всякой природы живности, змеиной и прочей. Поэтому так важно наблюдать за своим сердцем, что я там имею, какие у меня мотивы и какие жертвенные возможности в моей жизни уже проявлены. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. И видя, насколько в этом мире много зла и ненависть стоит за тем, что, видимо, кажется, как исполнение похоти, на самом деле выливается это в насилие, в уничтожение и в ненависть к людям. Поэтому сохрани нас, сохрани детей наших и внуков наших. Если кто-то прошел через подобные вещи и события, вылечи эти души, отказавшись от злой воли, позволим прийти в ту добрую волю и вернуть ее, которая была задержана. Благодарю Тебя, что Ты не только слышишь, а Ты знаешь, через что проходят люди и как им помочь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok